Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных препаратов в Краснодарском крае. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другое высокотехнологичные машины и аппараты. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену морально и технически устаревшего оборудования. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости, толщины, тягучести. Чтобы продукция была, по сути, качественной и полностью соответствовала требования гигиены, необходимо было, по сути, серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Мы решили обновить машину, которая осуществляла дрожжирование таблеток, такой процесс представляет собой послойного нанесения оболочки на поверхность таблеток и драже. Оболочки выполняют декоративную и защитную функции, при этом применяются различные красители и пищевые полимерные материалы. Материал, из которого сделано оборудование, должен быть прочным и износостойким. Необходимая производительность 20 кг в час. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора дрожжировочного котла я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Машин для нанесения покрытия на поверхность таблеток на выставке было по сути представлено много различных производителей из разных стран мира. Я выбрал три наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у их представителей. Дрожжировочное оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить аппарат для нанесения покрытия на поверхность таблеток, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться для каких таблеток подходит котел, какой допустимый объем загрузки. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Машину необходимо было по сути найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился специалисту-посреднику компании из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов о требуемой производительности, допустимой погрешности оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил автоматическое оборудование для нанесения покрытия на поверхность таблеток, которые, в принципе, идеально подходят под заданные мною параметры. Специалист этой компании выслал на почту видеомашины, которые, в принципе, наглядно демонстрируют само оборудование и его характеристики. Современное, высокотехнологичное оборудование с распылителями для нанесения гладкого слоя на поверхность таблеток. Корпус полностью закрыт материалом из нержавеющей стали. Доступ в распылительную камеру осуществлялся через специальный люк с присоединенными шлангами для подачи дрожжевочного раствора. Предложенным оборудованием для нанесения покрытия на поверхность таблеток мы остались довольны. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалом.